Скудаумные люди, дуратма, дуратма называют его Шрила Прабхупада. Дур — тоже санскритский термин, у которого есть различные значения. К примеру, может означать следующее очень сложно, длинный путь, ограниченность до уровня скудаумия или узколобия. Я думаю, вы тоже слышали это ранее, я упоминал это уже. Я базируюсь, проживаю, и в данный момент в том числе, в Дурбане. Дурбане, да. Дур. Тот же самый дур, да, не совсем тот же самый, да, ну, то есть эта игра слов сейчас происходит. На самом деле Дурбан нужен по фамилии какого-то британца. Так или иначе, дур, бан, если будем разбирать санскритским образом, дур значит, бан, бан значит лес, к примеру, в Эндаван, в лес Тулси. А дурбан может значить, ну, как небольшое, в качестве небольшой игры слов, бан, тот самый лес во Враджа-Мандале, который находится далеко. Самый дальний лес. Меня только не упоминайте, когда будете цитировать это, пожалуйста. Дурбан. Дур в этом контексте означает удаленный. В Индии, если хочешь кого-то спросить, в Северной Индии, как далеко что-либо находится, то нужно говорить «китнадур», «китнадур», «китнадур-хэй», «китнадур-хэй», значит, какая дистанция отделяет меня от этого места. Но здесь дурб используется в контексте ограниченности, сложности, строгости, скудаумия и так далее. Очень, кто-то идет речь о ком-то с очень ограниченным умом. То есть это антоним определения Махатмы, у кого великий ум. Махатма, человек, который широко мыслит, конечно, наш классический пример в этой связи — это Шрила Праупада. Он был готов практически вместить весь мир в свой ум, в свое сердце, и там нашлось бы место всем и каждому. И Шрила Праупада лично говорил, у меня только одна проблема. Моя проблема заключается в том, что я не могу приземленно мыслить. Он всегда думал о благе всего мира. Часто он думал о благе всего мира. То есть масштабно мыслил, каким образом дать сознание Кришны всему миру. И так мыслит классический Махатма. Не просто переживает за определенную группу людей. Индусов или есть те, кто говорят на Хиндии, те, кто говорят на Бенгале, и те, кто говорят на тамильском языке, и кто-то может переживать только лишь за определенную этническую группу. Но нет, Шрила Праупада — это Махатма, который думает обо всех сразу. Дуратма же, в свою очередь, это совершенно другого типа человек. Скудаумный человек. Очень ограниченно мыслящий человек. И, в конце концов, знаете, что это значит? Дуратма — это значит, они видят только себя. И даже если они, к примеру, имеют семью, живут в семье, они воспринимают все происходящее лишь только в разрезе понимания своей собственной выгоды. Это узкомыслящие, узколобые люди, скудоумные люди. Когда я был помоложе, может быть, об этом и не стоит говорить, но скажу. Я считаю, это интересный пример. Я был фанатом Джимми Хендрикса, Харри Болл. И до самого конца он мне нравился. До того момента, когда он оставил тело, он выпишется у определенный альбом, и там была одна песня в этом альбоме, которая называлась «Я жил в комнате, полный зеркал». Я до сих пор помню текст этой песни, представляете? Спустя 50 лет. «Я жил в комнате, полный зеркал, и все, что я видел, это я». Ну, там, конечно, дальше еще по тексту, но не будем продолжать. Таково типичное сознание ограниченных, обусловленных душ в материальном мире. Они скудоумные, они узколобы. И если стоит им только начать мыслить более широким образом, то обычно они не будут расширять свое видение за пределы только лишь человеческой расы. то есть они не готовы воспринимать животных, потому что они не могут воспринимать более широким образом. Опять же, если брать национальности, то широкое мышление доступно лишь только на уровне «мы американцы, мы русские, индусы» и так далее, то есть в рамках своей нации. Или, может быть, лишь только речь пойдет о моей семье, то есть насколько хватает широты сознания. Но на самом деле мне нравится человечество, потому что я часть этого человечества. И это доказательство узколобия и скудоумия. Я люблю свою страну, потому что это моя страна. И это является составной частью этого узколобия. Я люблю свою семью, потому что семья моя. Но в конце концов... В конце концов... В конце концов... Важен только я. Вот, конечно?